Привет, Сергей Коростелев и наше онлайн служение для предпринимателей, блогеров и лидеров «Бизнес по-честному». Но здесь мы не говорим про бизнес, здесь мы больше говорим про духовность, веру и про то, как строить свой бизнес, свою карьеру, свою публичность вместе с Богом. Обязательно подпишитесь на канал, здесь очень много интересного и полезного, то, что вы можете брать и прямо сейчас, сегодня применять в своей жизни, бизнесе и служении. Итак, я Сергей Коростелев, блогер, предприниматель, владелец различных бизнесов, управляю большой компанией Dream Group, в которой 200 плюс филиалов. Наша выручка составила больше чем полмиллиарда рублей в этом году. Также я действующий священник церкви, я являюсь помощником пастора в церкви, занимаюсь молитвенным служением, евангелизационным служением. И мое призвание – это служение предпринимателям, блогерам, лидерам. Я раздаю удочки и говорю о Боге простым и доступным языком. И сегодня у нас с вами будет очень интересная тема, которая, я думаю, будет захватывать внимание и предпринимателей, и блогеров, и лидеров, да и вообще в принципе просто людей, которые так или иначе относятся к вере, к какой-то деятельности, к общественной деятельности, к служению. Это поиск своего. И прежде я расскажу такую одну интересную историю. Однажды еврейский мальчик, да, он ехал в автобусе, и к нему подошел еврейский дедушка. И еврейский дедушка попросил уступить еврейского мальчика место. И еврейский мальчик спросил у дедушки, говорит, дедушка, дедушка, а почему я вам должен уступать место? Ну, и дедушка говорит, ну, как же так, я старенький, я уже вот прожил, у меня, говорит, ножки очень сильно болят. И еврейский мальчик говорит ему, говорит, ай, нет, дедушка, я вам место не уступлю. Дедушка спросил, почему? Почему ты не уступишь мне место? Он говорит, если я вам уступлю место, у меня и у самого ножки болеть будут. И вот знаете, мы так созданы, мы так устроены люди, да, что мы обладаем большим количеством внутренних каких-то выгод, да. Да, очень часто мы корыстны, очень часто мы, так скажем, хотим и имеем большие амбиции, да. У нас есть какие-то стремления, в том числе и материальные, особенно если мы занимаемся бизнесом, особенно если мы занимаемся какой-то монетизацией в своей жизни. И при этом нам нужно еще и быть, оставаться христианами, быть, оставаться теми людьми, которые, в принципе, должны отдавать, которые должны жертвовать, которые должны быть теми, кто является примером, да, солью этой земли, для этого общества. Итак, сегодня мы прочитаем, да, одно такое место, это филиппийцам, послание к филиппийцам. Кто не знает, что это такое, да, и первый раз, возможно, видит, вам нужно взять Библию, открыть Новый Завет и найти там послание к филиппийцам. Открыть вторую главу и найти там 21 стих. Это можно сделать как в электронной версии Библии, так и в бумажной. Итак, здесь написано, смотрите, потому что все ищут своего. Это первая часть, да, стиха. И на самом деле все ищут своего, все являются, как бы, бенефициарами такой своей жизни, да, особенно сейчас об этом говорят различные бизнес-тренинги, светские клубы, светские бизнес-клубы, да. Да и вообще, в принципе, об этом говорит психология сейчас очень популярная, да, наука, которая летит из каждого угла, из каждого утюга, где говорят выстраивайте личные границы. В первую очередь вы, да, там различные бизнес-тренеры и спикеры, они говорят в первую очередь заплати себе. И возвеличивается вот этот такой культ человека, культ человеческого «я». Это уже такой, знаете, гуманизм, да, сверхчеловек. Я, я, я. И мы знаем, что есть святая троица, да, это отец, сын и дух святой, да. И также есть антитроица. Это я, мне, мое. И большинство людей на самом деле, и верующих, и неверующих, и церковных, и не церковных, они живут в этой парадигме. Я, мне, мое. То есть я, в лучшем случае, моя семья, мы об этом тоже чуть позже поговорим. В лучшем случае, какое-то мое ближайшее откровение, но чаще всего я, я самый любимый. И мы слышим вот эти вот лозунги из каждого утюга. Я создана для любви, да. Я просто тот, кто, кого Бог поцеловал, в темечка просто, да. И как на человека не посмотришь, то есть вот все созданы для любви. И у меня вопрос, как бы, да, когда все созданы для любви, кто же тогда должен любить, да. То есть если все созданы для любви, все созданы принимать, все созданы, чтобы их обслуживали, оказывали им сервис, делали их жизнь лучше, служили им. Кто же тогда будет служить, кто же тогда будет что-то делать и так далее. И вот многие люди живут в этой крайности. И еще, знаете, я очень часто наблюдаю такую картину, да, что о любви, да, вот о том, чтобы им служили, им что-то делали, говорят уже взрослые мужики. И они говорят, ой, так у нас любви в церкви не хватает, ой, вот меня никто нигде не любит. И ты посмотришь на этого мужика, на этого человека, он там, бывает, отсидел лет 15-20, да, некоторые из них, либо он является таким уже дяденькой, там, с каким-то состоянием. И он такой, ой, меня никто не любит, я пришел, у вас здесь любви нет, я, я, я. И у меня вопрос, как бы, да, то есть, ну вот, вы вообще в порядке с вами, вообще с вами все в порядке? То есть, вы как вообще? То есть, вы просто созданные для любви. И я сам эти вещи проходил, сам с этим сталкивался, это называется не иначе, как эгоизм, эго. То есть, внутри нас есть там, кто-то это называют внутренним ребенком, кто-то еще там внутренним теленком, кто-то кобыленком. То есть, внутри нас есть некто, который, типа, должен, короче, быть полюблен, должен быть обласкан, должен быть облизан, да, извиняюсь там за каламбур. Вот, но на самом деле, Писание вообще другое говорит. Писание говорит, ему должно расти, Христу, а мне умоляться. То есть, другими словами, мне, наоборот, нужно внутри, как бы, да, бороть вот эти страсти, похоти и так далее. И вот это антитроица, я, мне, мое, это то, что сейчас вообще захватило общество. И то, что на каждом углу культивируется, культура потребления и так далее, и так далее. Что же с этим делать, да? И дальше здесь написано, а не того, что угодно Иисусу Христу. Я вообще эту сегодняшнюю лекцию, да, о Боге или проповедь, да, у верующих людей это называется, я делаю по вашему заказу, потому что это то, что я в последнее воскресное служение проповедовал в церкви, и мы выложили короткий отрывок, и вы написали в комментариях, попросили снова сказать это слово. Поэтому я его сегодня говорю. И смотрите, у меня для вас новость. Внимание, то есть можете прям нажать на паузу сейчас, да, расслабиться, выдохнуть, потому что это будет одно из самых глобальных откровений, которые, возможно, вы получите. Смотрите, можно искать своего. Кто-то сейчас выключит камеру, скажет, все, Сергей Коростелев разрешил, все классно, все здорово, все, я все понял, получил откровение, аллилуйя. Теперь у меня есть резолюция, можно искать своего. Но на самом деле, смотрите, здесь дальше написано, а не того, что угодно Иисусу Христу. То есть другими словами, можно искать своего, но если это только угодно Иисусу Христу. То есть другими словами, что такое поиск своего? Это бывает не только наш эгоизм, но это наша воля, наше желание, наши амбиции и наше стремление. И знаете, очень часто есть такая проблема у людей. То есть у человека есть стремление, его какие-то там потуги, духовные поиски, может быть, его какая-то миссия там и так далее. Также у любого человека, и это нормально, есть амбиции, амбиции, то есть есть некие запросы, цели, желания и так далее. И также есть еще действия, да. И вот, смотрите, нужно поженить стремление, амбиции и действия. Потому что часто у человека стремления хорошие, да, вроде бы, да, но амбиции у него эгоистичные только. А действия у него из эго, из этого эгоизма, они вообще не христианские или не отдающие. Они только хотят забирать и так далее, и так далее, и так далее. Но смотрите, воля человека и воля Бога, они должны соединиться. То есть мы должны как бы войти в коннект с создателем, войти в коннект с Творцом, с ним вместе соединиться. И тогда получается вот эта правильная жизненная энергия, правильный жизненный разряд. Как я себе это вижу и как себе это представляю? На самом деле все очень просто, друзья. Вот у меня есть сын, да. И этот сын, он, ему там 11 лет вот сейчас будет, да. И, к примеру, сын приходит ко мне и говорит там, я хочу там то-то и то-то, да. Но прежде есть моя отцовская воля. И она вот, к примеру, простая, да. Я говорю, я хочу, чтобы ты, у меня сына Вася, Василий зовут, я хочу, Вася, чтобы ты учился на 4 и 5. Он говорит, окей, даже не на 5, я даже не требую от него быть отличником, да. Но у меня есть моя отцовская воля, это угодно мне, как отцу, как создателю, как воспитателю, как кормильцу этого ребенка, да. И есть его воля, его желание, его стремление, его отчаяние, его цели. И он приходит ко мне, я ему говорю, ты понял? Он говорит, окей, понял. Он начинает учиться, получает 5 и 4, да, или одни пятерки там и так далее. То есть он там, даже если совершает какую-то ошибку, я его не сильно и наказываю, к примеру, да. Но если он скатывается в двойки, я его, наверное, начинаю наказывать, как-то с ним работать и так далее. Ну и тут, допустим, предположим, все, он понял, получил откровение от бати, да. И говорит, все, учусь. Приходит ко мне, кажется, какое-то время, говорит, слушай, я вот хочу там хоккеем заняться, ну не знаю, или дзюдо заняться, да. Что я сделаю, как любящий отец? Я спрошу его, сынок, это не помешает твоей учебе? Он скажет, да нет, пап, все нормально будет, все хорошо, я готов, я могу, я как бы буду заниматься спортом, это еще и поможет. У меня будет энергия дополнительная, я буду более дисциплинирован, это мне поможет в учебе. Что я сделаю? Я куплю ему лучшую клюшку, лучшего тренера ему найму и отправлю его не куда-то там на дворовый хоккей, а так как я любящий, а бог у нас любящий, богатый, да, он добрый, да, вот если я любящий, богатый и добрый отец, я его отправлю в лучшее, так или нет? Конечно так. Вот, если он захотит заниматься дзюдо, я его отправлю там в кимоно, там куплю ему и прочее. И что дальше? И дальше пройдет какое-то время, да, я буду смотреть, будет это мешать или нет моей воле, будет это мешать учебе или нет. Потом он придет, скажет, я вот хочу с девчонкой дружить, да, я ему что скажу? Ну, вы, наверное, скажете, ну, ты будешь учиться? Хорошо. Конечно, да, я спрошу, а это будет как-то влиять, да, там, на твою учебу там и так далее, да. Но следующий вопрос, который я ему задам, я ему скажу, приведи ее ко мне. Ну, то есть, давай я с ней познакомлюсь. То есть, ты можешь мне много о ней рассказывать, какая она хорошая, какая она классная, какая она замечательная, но приведи ее ко мне. Он ко мне ее приведет, я с ней поговорю, пообщаюсь, познакомлюсь, выстрою с ней отношения, она выстроит отношения со мной, и я их благословлю. И дальше буду смотреть. Поэтому смотрите, о чем я хочу сказать, что мы можем искать своего, мы можем ставить цели, стремления и так далее, но просто нужно, чтобы это было угодно Богу. А воля Бога, она благая, угодная и совершенная. То есть, другими словами, у Бога есть для нас судьба, есть для нас замечательное время. Есть для нас замечательная жизнь. И также Бог совершенно не против, против того, чтобы мы выбирали какие-то цели, какие-то желания. Мы ставили материальные цели, ездили на нормальных машинах, жили в нормальных, замечательных, классных домах, имели бизнес или хорошую работу, имели замечательное здоровье. Бог, дорогие бизнесмены, блогеры, лидеры, служители, Он такой. Он не тот, кто хочет загнать вас в нищету, Он не тот, кто хочет только требовать с вас и так далее. То есть, Его воля, она благая, угодная и совершенная. Поэтому Бог, Он благословляет, в кавычках говоря, да, что просто вы поняли меня, поиск своего, ну то есть моего. Бог не против моего. Просто многие верующие, многие христиане, религиозные люди, они не понимают, что Бог заинтересован в том, чтобы мы спаслись и достигли познания истины. И на это Он дает свою благодать, на это Он дает свое благословение, для этого Он там каким-то образом приходит в нашу жизнь так или иначе, да, тихим голосом или через людей, или через обстоятельства. Но Бог также не против, чтобы мы жили нормальной, замечательной, классной жизнью. Я думаю, здесь можно написать в комментариях «Аминь». Просто напишите «Да, аминь». Бог хочет, чтобы мы жили этой жизнью. Я думаю, с этим никто не поспорит. Если кто-то сейчас напишет «Нет, я создан для страданий» и так далее, то тоже другая крайность. Одни эгоистичные говорят «Я создан для любви, я создан только для удовольствия, я такой сиборит», да, это называется. А другие уходят в другую крайность, они говорят «Нет, Бог создал нас для страданий, мы здесь на земле, чтобы только для того, чтобы мучиться». И просто Бог, Он только и ждет, чтобы начать смирять тебя, ломать тебя, наказывать тебя и так далее. Нет, Бог, Он не такой. Чаще всего результатом наших страданий являются наши неправильные действия. Такое очень часто бывает. Конечно, бывают какие-то ситуации, которые даются нам как некое испытание, которое мы должны пройти. И мы, может быть, бывает, не являемся бенефициарами, теми людьми, которые инициировали это. Но чаще всего мы сами загоняем себя в эти проблемы. Мы недавно едем с моей женой, говорим «Послушай», я говорю, занимаюсь бизнесом, служением, у меня постоянно какие-то люди, у меня постоянно кто-то плачет на плечах и так далее. Я говорю «А она у меня по профессии психолог, я говорю, может их к тебе отправлять?» Она говорит «Подожди». Говорит «Ну ты-то, говорит, сам туда лезешь». То есть ты сам как бы, да, как человек, который хочет исполнить волю Божью, ты сам лезешь в служение, ты сам окружаешь себя людьми, ты сам делаешь этот выбор. И потом, конечно, тебе приходится испытывать некие страдания, душевные муки, может быть, вписываться в какие-то чужие судьбы и прочее. Но я знаю, что такова и есть воля Божья обо мне. То есть я готов в том числе не только испытывать любовь, благословение, благодарность, получать дивиденды от своего служения, но в том числе и испытывать испытания проходить, да, испытывать какие-то сложности, трудности, может быть, даже какие-то небольшие страдания и так далее. Это нормально, это жизнь, это очень классно и очень замечательно. Поэтому, друзья, давайте дальше с вами про поиск своего. И очень часто мы слышим, что мы помолимся, да, и потом результат, что Бог дал откровение и не стоит служить или делать что-то. Но ты понимаешь, что часто было, не было никакого духовного пути. Там сразу было решение найти своего. О чем я? Я о том, что часто ты встречаешься с человеком, да, и, ну там, в служении, в бизнесе, в партнерстве, там, еще где-то. И человек, он говорит, ну, то есть возникает какая-то ситуация, да, человек говорит, сейчас я, ну, мне нужно помолиться. У меня вот есть такие мысли, еще что-то, ну, мне нужно помолиться. И потом ты понимаешь, что человек делает какое-то неверное, небожье, делает не то, что угодно Богу вообще в этой ситуации. А Богу очень часто угодно, помните, да, блажение отдавать, уступать, делиться, да. То есть блаженный кто, да, почитайте Евангелие от Матфея, там прям написано, блаженный плачущий, иногда плакать угодно, иногда делиться угодно, иногда отдавать угодно, там, и так далее, и так далее, разделять, делить хлеб свой с голодным, там, и прочее. И человек говорит, нет, вот смотрите, я тут помолился, я получил откровение, мне вот надо просто только бизнесом заниматься, да. Или мне нужно только просто, там, заниматься своей семьей, да. Или мне только нужно заниматься, вот теперь только самим собой, да. И очень часто мы, как верующие люди, да, мы берем, как бы, и как будто бы волю Божью накладываем на свои собственные решения, которые мы сделали ради собственной выгоды. Прикрываясь при этом священным писанием, прикрываясь при этом какими-то религиозными факторами, там, и так далее, и так далее. И помолиться и откровение становится как бы лицензией на твое принятое решение, на твое принятое решение, которое ты сделал только исходя из собственной выгоды. Не думая при этом о Боге и его воле, не думая при этом о его призвании в твою жизнь, и не думая при этом вообще о других людях. Максимум ставя на кон свою жизнь и судьбу своих родных и близких. Писание говорит, не так ли поступают и язычники. И человек говорит, мол, я помолился, и есть на то воля Божья. И то есть очень часто мы видим, что человек прикрывает свои, свою выгоду, свою корысть, свои какие-то вещи, юрисдикция и лицензия Бога. Но Бог в этом вообще никаким образом не участвует. И смотрите, друзья, нужно понимать, и очень важно, это закон сеяния и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. То есть смотрите, если вы сеете свое, не надейтесь, что Бог будет помогать в этом вам. То есть смотрите, если это не угодно ему, а угодно только вам. Я, мне, мое, я и мой желудок. Писание говорит о таких людях, что их Бог это чрево. То есть и вы движимы не Богом, и не Духом Святым, а только своей корыстью, только своим чревом, а никакой не миссией, никаким не призванием и никаким служением людям. И это очень важно понимать. Также есть еще одна ошибка, которую люди совершают. Это мы, когда ищем своего, мы начинаем искать людей, которые это покроют. И человек говорит, я тут посоветовался с разными людьми, и они мое решение подтвердили. Какой молодец. И мы знаем, да, 2 Царств, 15 глава, 20 по 23 стих. И сказал Авесолом Ахитофелу, дайте совет, что нам делать. И сказал Авесолом Ахитофелу, войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой. И услышат все израитярины, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою. И поставили для Авесолома палатку на кровли, и вошел Авесолом к наложницам отца своего, пред глазами всего Израиля. Советы же Ахитофелу, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофелу, как для Давида, так и для Авесолома. И смотрите, что же это за советы такие, которые расплаждают ненависть, которые поругают как бы твоего отца, к примеру, и так далее. И мы часто видим в жизни, что люди, они, когда у них возникает какая-то ситуация, не знаю, развод, к примеру, да, и какая-нибудь жена или муж, неважно, идет там к своей подружке, или муж идет к своему другу какому-нибудь, да. Не к тому, который женатый, у кого трое детей, который прошел все критические браки, да, а он идет как бы к такому же, да, к такой же разведенной женщине, она идет, к примеру, да. И она приходит, и вот они наливают это вино, они доставают, достают эти свои бокалы, и они говорят, женская солидарность, все мужики козлы, да. Или помните, как в той песне, где я затолкаю тебя в тачку силой и отвезу тебя к пацанам, да, вот, и мужская солидарность, да, и ты находишь как бы такое окружение, да, это глупость. Вот был великий царь Соломон, у него был сын Равааф, да, вот, и он, когда вошел в царство, он пошел к мудрецам, и мудрецы ему говорят, слушай, поступи угодно Богу, да, возьми и сделай налоги поменьше, да, начни людям как бы побольше служить, где-то ослабление какое-то сделай, да. И потом он пошел к пацанам, да, из слова пацана, да, с района, говорит, братва, ребята, че там как, они говорят, да ты их вообще грузи, ты их щеми, это библейская история, он говорит, вообще просто, они говорят, ногтя там, пальцы твоего, мизинца твоего не стоят, вот, просто начни им гайки закручивать. И он начал слушать вот этих советчиков, которые взяли, активировали его амбиции, понимаете. И то же самое Весолом, да, смотрите, он, конечно же, рос маленьким мальчиком, и, конечно же, он мечтал как бы стать царем, да, и он знал, что он станет царем только когда Давид умрет, только когда пройдет какое-то время, он был его главным наследником, но в его жизни произошел эгоизм, и произошел огромный надлом, это называется духа Весолома. Он начал завидовать своему отцу, и он мечтал войти к этим наложницам, да, это было для него таким бенефисом его жизни, его амбиции, его поиска своего. И когда он это сделал, это было такое надругательство над отцом, понимаете, его месть. То есть это был инфантильный поступок маленького мальчика, который хотел доказать своему папе, что он на что... И это тоже очень часто поиск своего, очень часто тебе нужно заглянуть в свое детство, заглянуть в свои какие-то, какое-то прошлое и понять, а ты сейчас то, что ты делаешь, ты, может быть, просто кому-то доказываешь, и ты ищешь своего, чтобы напитать свои амбиции, напитать вот это духа Весолома, напитать вот эти вот доказательства, и ты ищешь таких же советчиков, таких же попутчиков по жизни, которые движимы тем же самым. Поэтому, друг мой, нужно советоваться, нужно что-то делать, но обязательно нужно советоваться с божьими людьми, с мудрыми людьми и так далее. Итак, как не искать своего? И, конечно же, мы все равно будем думать о себе, будем думать о своих родных и близких, потому что мы считаем, что самое главное это что? Самое главное это же семья, самое главное это же вот женушка моя, детишки мои, тещенька моя любимая. Да, конечно, это большой, большой пласт и большой блок в жизни человека, но давайте разберемся и давайте мы, мы сейчас не будем разрушать институт семьи, я не говорю о том, что семья это не важно, но в нашей жизни семья это не самое главное. Порой есть вещи, которые важнее. Вы скажете, все, я выключаю, ты что такое, Сергей, вообще говоришь, ты разрушаешь сейчас установленные со мной традиции, мне всю жизнь говорили, что это самое главное, это самое важное. И знаете, я очень часто говорю, подождите, ребят, так давайте посмотрим на Христа, давайте посмотрим, как он двигался. И опять же, если я являюсь христианином, если я являюсь человеком, разделяющим как бы христианские ценности, божий взгляд, божью судьбу, то, что угодно Богу, то кто же являются моими близкими, кто же такие моя семья на самом деле? И мы прочитаем от Марка 3 глава, 31-35 стих. И пришли матери, братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, это про Христа говорится. То есть вокруг Христа всегда есть некий народ. И сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев, ну вот так посмотрев по сторонам сидящих рядом с ним, он говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и матерь. То есть смотрите, все ищут своего, но надо искать того, что угодно Богу, его воле. И другими словами, кто является моими близкими, и кто является по-настоящему людьми, которые являются моей настоящей истинной семьей. Я сейчас объясню, о чем я говорю. Это люди, которые исполняют волю Божью. Это люди, которые не только ищут своего и интересов своей семьи и прочего, но те, которые исполняют волю Божью. И это не значит то, что нужно бежать и разводиться. Это не значит, что нужно наплевать на своих детей и так далее. Но значит нужно сделать нам с вами в первую очередь, если мы являемся христианами. То есть мы должны и молиться, и действовать, и иметь амбиции на то, чтобы наши родные и близкие, если мы их так любим, и они являются для нас приоритетом, начали исполнять волю Божью. Это очень важный момент. И смотрите, очень часто, друзья, мы видим такие истории. Я очень много раз видел парень неверующий, женится на верующей девушке. И он начинает затаскивать ее обратно. Затаскивать ее обратно в грех, в мир и так далее. Конечно, есть хорошие примеры. Да, она наоборот его приводит. Такое тоже бывает. И есть наоборот. То есть есть там, что родители в церкви, а дети нет. Есть наоборот. Дети в церкви, родители не в церкви. Даже не только в церкви, но и в Боге. И что это значит? Это не значит, что нужно разрывать эти родственные связи. Но не значит, что нужно ставить семью или вообще что-либо превыше Христа. Это очень важно, чтобы наш Христос, он был даже не на первом месте. Потому что я вообще не люблю и не понимаю, как можно ставить Бога на какое-то место. Наша жизнь должна быть вокруг Него. Наша жизнь должна быть вокруг Христа. И дальше, да, те, кто выполняют волю Божью, а не моя любимая, к примеру, эгоистичная дочка, да, или женушка, или муженек. То есть если мы мерим небесами, то мы не живем как язычники. Потому что он говорит, так поступают язычники, любят только тех, кто их любит. Вот о чем я говорю. И я Бог сегодня говорит нам с вами, он говорит, любите врагов ваших, благословляйте их. А не только тех, кого мы любим. Потому что когда мы любим только тех, кого мы любим, мы тоже ищем своего. Мы как бы любим только тех, кого кто любит нас. То есть мы знаем, что мы получим взамен эту любовь. Но Библия, она учит нас другому. Она говорит, благословляйте врагов ваших. Этим самым вы измените их, этим самым вы соберете горячие угли на их голову. И у них что-то произойдет в их мозга, какие-то перемены и так далее. И давайте прочитаем с вами еще одно место. И это Матфея 5 глава 33-34. И здесь написано. Ищите же прежде царство Божьего и правды его. И это все приложится вам. И так, не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. И смотрите, о чем здесь говорится. Вы скажете, подожди Сергей, ну какая-то проповедь для бизнесменов. Все бизнесмены ищут своего, да. Все ищут чистую прибыль. Все ищут что-то и так далее. Все как бы защищают интересы своей семьи. Все в первую очередь сохранят деньги на собственном банковском счете. Другой. Ты хочешь что, вообще разрушить как бы нашу, удашу стои и так далее? Да ты и сам, наверное, так не живешь. Смотрите, друзья, я могу сказать, да, ну, я прошу прощения, что я буду сейчас говорить про себя, да, но это очень важно. Смотрите, когда я формировался как бизнесмен, когда я формировался как муж, когда я формировался как отец, я прежде сформировался как служитель, как служитель Бога и как служитель людям. То есть это очень важно нам как христианам, как людям, тем, кто хочет исполнять волю Божью, сформироваться как теми, кто готов служить. А служитель что он? Он служит, он слуга. Он находится в состоянии вот такой, ну, как бы низшей. Вот. И уже потом я начал формироваться. И что, чему это научило? Это научило меня тому, что да, Бог меня любит, я могу искать своего, у меня классный дом, классная машина, у нас две машины, да, там. И много всего, у нас целое состояние, долларовый миллионер. То есть у меня большая капитализация в компании, хотя я начал вообще с нуля, на миссии, и Бог меня благословил. И это от Бога. Я просто управляю этим. Но все вот это, оно вторично после поиска Бога и после того, что нужно прежде искать Царствие Небесного и правды Его. То есть смотрите, и вот это становится твоим приоритетом в жизни. Ты ищешь прежде этого, ты ищешь прежде миссию, ты ищешь прежде служения людям. И потом Бог как бы начинает давать тебе ресурсы, начинает обеспечивать тебя. Так, ты хочешь служить, тебе нужно передвигаться, держи, вот тебе машина там, я не знаю. Мерседес, BMW, Infinity, что ты хочешь? У тебя есть какая-то мечта, сынок, дочка, держи, я благословляю тебя. Но смотри, если ты только хочешь эту машину, и поэтому ты выстраиваешь со мной отношения только ради этого, меня это не устраивает, мне это не угодно, мне это противно, говорит Господь. Вот как выстраиваются отношения. Если ты будешь видеть в своем родном ребенке его эгоистичную природу, что он любит тебя только ради игрушек и ради того, что ты покупаешь ему лапшу и сладкие конфеты, ты будешь пороть этого ребенка и наказывать его, пока ты не выбьешь из него всю дурь. Ты скажешь, детей наказывать нельзя, ну не знаю, будешь его ругать ртом своим. Ну если, конечно, ты не созависимая мамочка или отец. Ты будешь как бы делать для своего ребенка это, потому что ты любишь его. И поэтому у многих из нас вообще нет ничего, потому что мы мечтаем о том, чтобы нажить богатство. А Библия говорит, не мечтай об этом, мечтай о людях, мечтай о пробуждении, мечтай о том, чтобы проповедовать. А это я буду тебе прилагать все. Я буду тебе это все давать, и ты будешь благословен. Итак, друзья, и у нас с вами последнее местописание. Но прежде, да, прежде, я прочитаю 23-24 стих Колоссянам 3 главы. И здесь написано, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Как вам это место? Все очень просто. Все очень просто. Чтобы нам не сбиться в спусти, не уйти в эгоизм, не уйти в амбиции. Смотрите, нам нужно делать наши дела, наш бизнес, наше служение, нашу семью, как для Господа, а не для людей. Другими словами, смотрите, когда я вижу, что у меня, к примеру, в семье что-то происходит, да, я вижу, как там моя жена или мой муж чудит, к примеру, да, или мои дети. Знаете, я говорю, я здесь, в этой семье с вами, я живу не ради тебя. Потому что многие, знаете, говорят, ой, я живу, то есть ради вот деток своих, ради там еще чего-то, я храню и сохраняю благословляемость ради Христа. Да, потому что я знаю, что в тебе моя жена, в тебе муж, в тебе живет Христос. И сегодня, когда кто-то бузит, кто-то что-то делает и так далее, я делаю это для Господа, а не для человеков. То же самое, когда я нахожусь в трудовых отношениях, да, я работаю, произвожу какой-то бизнес или труд, или в найме работаю. Я это делаю для Господа. Вот сейчас здесь снимает Костя, да, и он думает, как бы, что он, может быть, снимает там, к примеру, да, то есть, скорее всего, уже нет, потому что Костя прокачан, и он смотрит все наши каналы, поэтому подпишись обязательно, да, и поставь колокольчик, чтобы и тебе не пропустить, чтобы тебе стать Костя. Ну, к примеру, Костя может думать, как здорово, я сейчас снимаю, все хорошо, здесь тепло, вот, мы потом пойдем покушаем, да, и мне, может быть, заплатят какую-то зарплату, может быть, меня еще примируют, к примеру, но нет. То есть, здесь очень важно, что это не между мной и Костей, это Костя на служение Богу, и то, что сегодня ты снимаешь, работаешь, что-то делаешь, ты служишь этим самым Богу, труд как священное действие, то есть, твой труд становится молитвой, и вот это угодно Богу, он смотрит, вау, сын мой, дочь моя, ты не просто подметаешь, я работал, помню, дворником, у меня была одна история, я подметал, там, у меня все было чисто, один раз я выхожу, стоит такой, такой высокий, нерусский человек, и он такой курит, а я подметаю, там, он такой курил, курил на меня смотрел, и просто мне бычок под ноги бросил. И я помню, такой, ну, стою, думаю, сейчас, если я ему хук, просто вот так вот, как бы, я тогда был еще начинающим христианином, да, и он у меня такие мысли, знаете, думаю, сейчас, если я ему просто хук, как бы, то он, ну, я его, думаю, вырублю, несмотря на то, что он здоровый. Но в этот момент я смиряюсь, я поднимаю тот бычок, в перчаточках я был, тушу его, бросаю его в урну, смотрю на этого мужика, и я понимаю, что я победил. То есть, и это был, как бы, ну, моя победа. То есть, он это сделал специально, как, знаете, на другом, а я послужил, поступил, как божий человек, и он развернулся и ушел к своему стыду. И это было Евангелие для него. Знаете, а может быть, не сказал ему вообще ни слова о Боге, но мой поступок, он, возможно, вообще изменил этого человека, но самое главное, он изменил меня. И Бог мне говорит, когда ты поднимал это, ты не мне, не ему поклонялся, ты мне поклонялся. И это очень важно. Но прежде чем мы читаем эти слова, мы должны прочитать. И все, что вы делаете, это 17 стих, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И смотрите, жены, повинуйтесь мужьям своим. Если ты жена сейчас, нажми на паузу и напиши мужьям своим в комментариях, не чужим, никаким, не которые ролики по телевизору показывают, у тебя есть муж, мужьям своим. Я сейчас не говорю про какой-то грех, еще про что-то, но про семейные отношения и как прилично в Господе. Если ты хочешь быть приличной женщиной, тебе нужно быть послушным своему мужу, с которым ты обручена, с которым ты в завете. Может быть он не совсем самый интеллигентный, может быть он еще не до конца изменился и так далее. Но если ты хочешь не искать своего, а делать того, что угодно Богу, водно угодно, Богу угодно, дорогая дамочка, чтобы ты начала слушаться своего мужа. Но это еще не все, это послание, оно дальше. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Знаете, братья, мужчины, мы очень часто очень суровы к нашим женам и нам надо включить нежность. Тоже нажми на паузу и трясущимися руками, своими грубыми пальцами, дорогой мужик, который смотрит это видео, напиши вот в комментариях просто слово нежность. То есть нам нужно научиться, я сам не самый нежный человек, может быть не самый эмпатичный, но я учусь этому, я хочу быть нежным, я хочу говорить какие-то хорошие слова, я хочу делать подарки, я хочу благословлять свою жену, потому что это и есть поиск не своего. Я не только хочу, чтобы она слушалась меня, но я хочу не быть к ней суров, к каких-то ее косякам, ошибкам, к ее немощам и еще к чему-то. Учиться этому, не быть суровыми, любить своих жен. Аминь. Дальше смотрите, дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Я это понял в 30 с лишним лет, когда пришел к Богу. Я понял, что мне нужно было просто, когда мама мне говорила завязывать шарф и застегиваться, нужно было завязывать шарф и застегиваться. Понимаете, то есть вот простой пример, что есть родители, хорошие, классные, замечательные родители, и они никогда не будут советовать своим детям чего-то плохого. То есть просто даже слушаясь маму и папу, я опять же не говорю про какие-то крайности, можно вообще получить благословение в свою жизнь. Поэтому не ищите своего, не включайте свой подростковый характер, просто двигайтесь в послушании. Дети, подростки, может быть кто-то смотрит сейчас. То есть напишите это слово послушание для себя, не обязательно в комментариях, напишите его на скрижалях сердца своего. Дальше смотрите, это послание отцам, отцы не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Это тоже очень важно, да, мы как родители, как отцы и матери, да, мы не должны как бы гнобить, уничтожать, уничтожать наших детей, раздражать их там понапрасну, но мы должны искать к ним подход, божий подход, а не только искать своего. Нужно задуматься о них тоже, вспомнить себя, какими вы были подростками. Я думаю, вы были не самыми лучшими подростками, да, вы не были самыми лучшими детьми. То есть может быть сейчас стоит как бы сместить свой фокус на детей, посмотреть на них с любовью, посмотреть какая же воля Божья о них. И последнее, рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И это о трудовых отношениях, о церковных отношениях, о отношениях в партнерстве, то есть это о том, чтобы внутри как бы трудовых отношений, служения, совместной миссии и так далее, мы научились повиноваться, да, и быть послушными не только как бы на глазах, да, не только как бы служа как бы для показухи, но делая это для Господа, делая это для Него. Аминь. Друзья, сегодня вот такое послание для вас. Обязательно подпишитесь на канал, обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Вы этим самым будете мотивировать нас в дальнейшем проводить эти служения. Если вы первый раз, возможно, сегодня посмотрели вот эту мою лекцию о Боге, да, эту проповедь, вы скажете, ну вау, круто, классно, мне вообще понравилось, то есть подпишитесь, поставьте лайк, поделитесь, напишите комментарии, этим самым вы помогаете нашему служению. Наша цель построить христианское бизнес-сообщество лидеров, бизнесменов, блогеров, этим самым нести ценности в этот мир и говорить людям о том, что есть кто-то, кто очень сильно любит тебя, любит тебя так, как будто ему больше некого любить и как будто ты один на всей планете. Подписывайтесь на канал, с вами был Сергей Коростелев и вся наша команда «Бизнес по-честному». И помните, честным быть выгодно. Еще у нас есть классный, замечательный, мощный проект «Охотники за мечтами», да, это благотворительный проект, который мы делаем командой, это тоже наше служение. Мы берем детей с многодетных семей, с одиноких, с особенностями развития, то есть это аутисты, инвалиды или просто талантливые дети. И мы также им раздаем удочки, то есть мы им не просто финансово помогаем, мы им даем возможность развить свой дар и талант в долгую. К примеру, да, там научиться петь, научиться играть на скрипке, стать спортсменом, то есть мы помогаем в длительную, в долгую этой семье, этому ребенку. И через это мы им проповедуем Евангелие, как всегда, делами. Здесь будет информация об этом служении, вы также можете найти ссылку или сделать себе, да, с телефона, навести камеру на скриншот и сделать добровольное пожертвование. То есть все эти деньги, они в прозрачную уделяются на благотворительность, если это есть в вашем сердце и вы хотите стать одним из этих миллионеров в будущем, или, возможно, уже вы сейчас, да, филантропов, то добро пожаловать. С вами был Сергей Коростелев и проект «Бизнес по-честному». Помните, что честным быть выгодно и да благословит вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok